Так, смотрите, первое, что делаю. Щенок ко мне приходит, я присаживаюсь и угощаю. Щенок должен начать понимать, что я его сейчас буду кормить. Заодно я смотрю, какая реакция на корм, уходит щенок от меня или нет, смущается меня или нет. Щенок сам пошел, я не успел присесть, щенок сам встал, пришел. Щенок сел, успокоился, я его кормлю, вижу когти на передних лапах. Мы можно подстричь, откачивали, потому что можно полезть, начать лапами царапать руки. Щенок сел, смотрю, не уходит. Если мы закрыли, везде двери, стулья, нахожусь, не можно попробовать отвернуться. Для чего отворачиваемся от щенка? Я щенку даю понять, выпрашивай, приходи. Тогда, возможно, нам. Снова отворачиваюсь. Везде двери закрылись, щенок никуда не уходит, щенок приходит. Я говорю, умничка, молодец. Не только кусок даю, но еще и эмоции проявляю. Сел, сиди. Не хочешь, как хочешь. Никто не заставляет. Вау, супер собака, молодец, умничка. Снова отодвигаемся. Заодно смотрим, быстро приходит или нет. Идет медленно, не торопится. Если по пятипальной шкале оценивать, то реакция на четверочку. Троечка, если бы вообще оставался в позиции сидя, как видишь. Ну, четверочку можно поставить, приходит все-таки. Супер собака! Дополнительно добавляем здесь еще и тактильный контакт. Поглаживать начинаем. Можно гладить от головы, до хвоста, хвостик рукой проводить. Лапки трогать. При этом ушел уже. Ушел туда, где обычно стояла миска. Облизывает, начинает подставку. Выпрашивает не у меня, как у кормушки, а выпрашивает в том месте. Но там не добивается желаемого. И снова приходит и ест от меня. Для удобства тренировок на улице. Вот здесь кормушка. Сумочка для лакомства. Следующее, что я делаю. Я встаю, наклоняюсь. Щенок должен к руке приходить. Молодец! Умничка! Хорошо! Стараюсь гладить. И когда даю в моменте. И после того, как дала. И перед тем, как собираюсь дать. Гладим чаще и кормим. И при этом для вот такую картину. Я встал, еда стала дальше от носа. Щенок не готов выпрашивать. Не стал ни садиться, ни смотреть, ни прыгать, ни лаять. Не стал проявлять никакой инициативы. Встал, ушел и лег. Тогда я должен понимать, что мне вот так вставать, отвлекаясь. Нужно меньше. Будет уходить, ложиться. И я предлагаю ходить за едой с суперсобакой. Молодец! При этом часто люди начинают работать сразу. Вот так. Можно походить вот так. Но так собаке брать с руки неудобно. Бывает, люди работают горстью. Им давать неудобно. Падают где-то куски. Лучше всего работать начать вот так. Я очень хорошо вижу собаку. Я удобно даю собаке. Я при этом вижу все ее реакции. Медленно она идет. Смотрит она по сторонам. Нет, я двигаюсь задом и угощаю, лажу. Молодец! Умница!